В Твери состоялся первый международный конкурс «Красоты. Лицо будущего». Это уникальный проект, где не важны ни возраст, ни статус, ни опыт. Гораздо важнее другие качества. Об этом в следующем материале выпуска. В Твери прошел первый международный конкурс красоты «The Face of the Future. Лицо будущего». Конкурс уникальный. Здесь не важны возраст, статус и опыт в моделинге. Важны женственность, образ и то, как участницы себя чувствуют на сцене. Сегодня мой первый конкурс красоты. Перед этим событием меня переполняют эмоции. Важно показать себя со всех сторон, чтобы понравиться жюри и получить заслуженную награду. Конкурс «Лицо будущего» — это не просто модное дефиле, а история длиной в два месяца подготовки. Подготовка была очень серьезной. Примерки, визажисты, все было на высшем уровне. Было столько репетиций. Готовились мы очень упорно, очень активно. Мы занимались с преподавателями, мы применяли наряды, стилисты с нами работали. Участницы продемонстрировали умение работать на камеру в видеовизитках, презентовали свой уровень моделинга в дефиле в нарядах от бренда «Манго», показали умение импровизировать в интерактивном конкурсе и покорили судей выходом вечерних платьев. Для меня конкурс — это сказка, где каждая девочка может стать настоящей принцессой. Я хочу получить самые приятные эмоции и надеюсь, что у меня все получится. Участницы действительно смогли себя почувствовать царицами в нарядах от дизайнера Александры Русской и яркими стильными принцессами в платьях от бренда «Болеро». Я очень рада, что поучаствовала в показе Александры Русской. Она сделала очень красивые наряды, которыми она показала, что русская одежда имеет свой шарм, свой стиль. Одним из главных сюрпризов вечера стал мастер-класс от топ-модели Анастасии Хазисовой. Лицо Ральф Лорен, блиставшее на показах Диор и Шанель, поделилось личным опытом в модельном бизнесе. Жюри международного конкурса красоты «The Face of the Future» «Лицо будущего» собралось звездное – дизайнеры, стилисты, модели, общественные деятели и спортсмены из Твери и Москвы. Генеральными спонсорами конкурса выступили компании «Автопремиум», «Ямогучие» и «Больница Пирогова». Мы являемся, как всегда, спонсором самой интересной жизни города Твери. Привезли сюда свой флагман – кроссовер «Черри Тига 8 Pro Max». Если интересен данный автомобиль, милости просим, попробуйте он на тест-драйве, приезжайте к нам в салон, всегда рады вас видеть. Самые юные участницы от трех до шести лет получили заветные короны и самые милые номинации. Миссис «The Face of the Future» стала Ольга Егошина, которая покорила жюри своим шармом истинной женщины во всех ее проявлениях. Дефиле, визитка, улыбка – равнодушным не остался никто. Корону «Миссис «The Face of the Future»» примерила Валерия Смирнова. Мечта Валерии стать профессиональной моделью и победа в конкурсе – отличный старт. Первое место среди девочек досталось Серафиме Соколовой. Юной модели всего 10 лет, а за ее плечами уже десяток модных показов в Москве. При этом Серафима круглая отличница в школе и успевает заниматься вокалом. Финалистки получили не только шикарные короны, заслуженные овации и памятные ленты, но и денежный приз. Призовой фонд конкурса составил 200 тысяч рублей. Организаторы поделились, что часть суммы будет потрачена на оборудование для детской областной клинической больницы. Согласитесь, слова классика живут в веках. Красота спасет мир. Красота спасет мир. Красота спасет мир. Продолжение следует...